Ещё совсем недавно эти педагоги были студентами и успешно сдавали зачёты и экзамены. И вот, став дипломированными специалистами, они пришли в свои городские и сельские школы уже в новом для всех статусе. Пройти путь от начинающего до опытного учителя очень непросто. И хорошо, когда у тебя есть поддержка. Путешествия в мир знаний учащиеся всегда совершают под руководством своих учителей. И те, кто работает в славянских образовательных учреждениях, стараются приобрести настоящий профессионализм. И педагогам, чтобы уверенно преподавать свой предмет, необходимы знания и опыт, что даётся со временем. Очень важно, когда поддержку оказывают педагоги с большим стажем. Именно для этого и организована неделя молодого педагога. Уже в первый день работы участники этого мероприятия смогли познакомиться с наставническими практиками опытных учителей, принять участие в тренингах. Необходимо, чтобы молодой педагог сумел закрепиться в коллективе, почувствовать себя уверенно. Мы стараемся организовывать мероприятия. Это практические семинары, это мастер-классы, это тренинги. Эта информация должна быть представлена, чек-листы, какие-то кейсы, где уже готовая отобранная информация в кратком, готовом виде, который учитель может использовать в своей педагогической деятельности. Молодых педагогов сегодняшнего времени отличает то, что им очень важна эмоциональная отдача, им важно получать удовольствие от работы. Цель мероприятия – оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и практических знаний и повышения их профессионального мастерства. Такие мероприятия также дают возможность учителям раскрыть свои способности, сдружиться и хорошо работать в дальнейшем. И наша задача – помочь им, во-первых, адаптироваться в профессии, а во-вторых, найти тот интересный интенсив, который позволит им в профессии почувствовать себя успешными. Соответственно, такие усилия мы объединяем с помощью наставников молодых педагогов и проводим интересные мероприятия, которые позволяют им ответить на вопросы, которые возникают у них каждый день. В последующие дни состоялись открытые уроки признанных педагогов, за плечами которых десятилетия упорного труда. Учитель начальных классов Елена Сиротина поделилась с молодыми коллегами своими наработками. Я ставила перед собой, ну, скажем так, несколько целей. Самое главное – это, конечно, учить правильно произносить звуки, характеризовать звуки и буквы, формировать, делать звукобуквенный разговор, как вы увидели, развивать умение находить этот звук в словах и определять его характеристику. Дальше мы развивали мускул моторику, как вы видели, много упражнений я попыталась показать. Внимание, память, фонематический слух – все это попыталась показать в уроке. Виктория Дмитриева не так давно провела свой первый урок в школе, и для нее очень ценно увидеть работу опытнейшего педагога, взять на вооружение что-то новое. У нее много интересных методик приемов, то есть у нее во время урока идет не один прием, а сразу несколько. Поэтому для первоклассников им нужно постоянно, чтобы они были чем-то заняты, так как если один ребенок закончит, он будет уже заниматься чем-то другим. И у нее на уроке есть занятия для каждого. Дети были увлечены учебным процессом в течение всего урока. Для меня было очень полезно поприсутствовать на этом уроке. Неделя приобретения ценного опыта даст возможность молодым специалистам увидеть свои плюсы и улучшить работу. За ними будущее славянского образования. И поэтому такая практика очень полезна. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа События.